Дмитрий, скажите пожалуйста, наш мир это реальность или все же матрица? Не употреблял бы чужой, намеренно введенный термин матрица. Данный конкретный мир или действительность, или объективная реальность, есть пользовательский интерфейс операционной системы. Все что видно по одну сторону экрана, а по другую сторону интерфейс разработчика. Есть кто живой? Идешь? А стоит ли? Оно того стоит. А о последствиях задумывался? Может вернуться пока не поздно? Хотя, не ты первый, не ты последний. Слушай, давай к нам. Работа у нас не пыльная, обеспечение на высшем уровне. Будет все, что пожелаешь. Кто вы? Оставайся, мальчик, с нами. Будешь нашим королем. Кто вы такие? Хакеры – это взломщики кода системы, которые ставят под угрозу ее безопасность. Здесь кашли должен быть учтен. Система – сложнейший механизм. Хакеры в черных шляпах используют свои навыки и знания для получения прибыли. А веришь ли ты в теорию заговора так, как видят в нее твои слепые соплеменники? Когда дело доходит до зарабатывания денег, у черных шляп есть много вариантов. Все они незаконны и безнравственны. Но повсюду растали легионы пастухов. Конспирологи, эзотерики, маги и целители, аналитики и политологи. Каждый из них работает, не покладая рук, придумывая новую правду. Все для вас! Все ради вас! Выбирай, кем хочешь быть обманут! Они взламывают системы, чтобы украсть информацию для продажи. Или просто опубликовать ее в сети, нанося огромный ущерб самой системе. Пока вы с пеной у рта сражаетесь друг с другом, настоящий заговор остается в тени. И работает, без всяких теорий, как часы. Тик-так, тик-так. У любой штуки есть разработчик. Что уж говорить о такой штуке, как мир. И в любой разработке есть пользовательский интерфейс. Красивые заставки, динамика и тому подобное. А есть интерфейс разработчика. И там не так красиво. Там по делу, коды, управление. Но там суть. Хакеры в белых шляпах. Это этические хакеры. Они всегда идут на большие усилия, чтобы гарантировать, что все, что они делают, происходит в согласии всех участников. Одна из наиболее ценных услуг, предоставляемая белыми шляпами. Известно как тест на проникновение. Так или так? Не помню. На словах просили передать. Хакер в белой шляпе, обнаруживший уязвимость в системе безопасности, сообщит об этом разработчику, что позволит ему исправлять свой продукт и повышать его безопасность до того, как он будет скомпрометирован. Белые шляпы часто работают консультантами по вопросам безопасности системы. В верхней планке больше нет противостояния. Голубой и красный объединятся. В нижней, желтый и синий притворятся врагами, но тоже пойдут вместе. В средней, фиолетового ждет гибель из-за зеленого. Этические хакеры никогда не наносят умышленного ущерба данным, системам и людям. Земли полно, воздух почти весь у вас. Огонь сами тушите. Еще и воду не отнимать. Дерзить мне вздумал. В лягушку превращу и в Париж отправлю. Ха! Чихали мы на вашей парижике. Белые шляпы обычно руководствуются страстью к конфиденциальности и безопасности. Действительность. То, что видится, слышится, ощущается на вкус и тому подобное. Это то, что показывается. То, что находится на стороне пользователя. Пользовательский интерфейс. По другую сторону экрана. Интерфейс разработчика. Нет действительности. Там так, как на самом деле. Я много раз объяснил. Все устроено абсолютно правильно. Все работает на исполнение замысла. Ты не сможешь ничего подкрутить. Я не смогу сидеть сложа руки. И молча наблюдать, как они мучаются. Нужно хотя бы попытаться. Хотя бы попытаться? Пусть там внизу хотя бы попытаются. Все нити оттуда. Пусть они хотя бы вот настолько попытаются. И поймут, ради чего все это. Тогда все в один миг преобразится. А тут ничего подкрутить не получится. Я должен сделать, что должен. До этого момента в фильме свой был без головного убора. А теперь он надел свою серую шляпу. Ну, свободу выбора пока не отменили. Делай, что хочешь. Хакеры в серых шляпах не станут вредить просто так. Ну и не следует строгому этическому кодексу. Да какого тебе от меня нужно? Код доступа. Дуралей, ты ж ничего не понимаешь. Нечего тебе там делать. Суете свои носы куда не надо, а потом ноете. Хребет вырву. Все, все. Серые шляпы изучают и копают в тех местах, где у них нет полномочий находиться. Нет, ты не понял. Да понял я, понял. Отдышаться дай, беспредельщик. Потом мне говори, что я не предупреждал. Что это? Это то, что ты добыл несправедливо. Не тебе, а справедливости вякать. Надеюсь, здесь что нужно. И мне не придется тебя снова искать. В следующий раз могу повредить окончательно. Что не родилось, то и не умирает. Ну, рассказывай, ладно ли замарим или худо? И какое в свете чудо? Одни сплошные чудеса. Нас с мелким розыском объявили. Вроде как за поимку серьезно взялись. Серые шляпы не крадут информацию и не наносят вред чему-либо умышленному. Но также и не спрашивают ни у кого разрешения, если проникают в чужое пространство. Добыл, что хотел? Добыл. Может, все же откажешься? Я доберусь и подкручу. Они все поймут и начнут жить достойно. Все вокруг расцветет. Представь, все заботятся, берегут друг друга. Миллиарды творческих людей. Никто никому не завидует. Никто никого не проклинает. Только творчество и созидание. В общем, без толку. Что наша жизнь? Игра! Они называют это дейжавю. На самом деле, все, что происходит сейчас и будет происходить, уже произошло и записано. Только мы этого не знаем. Память отключена. В системе время от времени происходит сбой. Информация просачивается в виде вспышки воспоминаний. Дейжавю! Вот и все. Дейжавю – это глюки системы? Глюки невозможны. Операционная система идеальна. Точнее было бы назвать сигналами от себя оттуда, себе сюда. Дейжавю! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok